Всем хорошего настроения! Это видео я записываю по просьбе зрителей моего канала, поскольку в комментариях я очень часто получаю следующий вопрос. Люди спрашивают, что купить как новичку для заточки ножей, то есть полностью весь комплект, чтобы начать затачивать ножи своими руками. И все, что вы сейчас услышите, это будет исключительно мое мнение, то, что я бы посоветовал сам себе, если я бы был новичком. То есть сейчас представим ситуацию, что я новичок и я буду давать какие-то себе советы или рекомендации. И то, что я хотел бы услышать как новичок и был бы рад, если бы мне кто-то посоветовал в начале моего пути. Итак, также представим ситуацию, что у меня нет много денег на покупку какой-то дорогой точилки, или же я не желаю тратить много денег на покупку дорогой точилки и на заточку ножей. И в этом случае первый мой совет и первая моя рекомендация, это купить точилку Ruixin Pro 4-го поколения или Ruixin Pro RX 008. Я считаю, что это лучшая бюджетная точилка на сегодняшний день. Было у меня очень много точилок с сайта Алиэкспресс на обзоре. И есть у меня даже видео сравнение всех этих точилок с сайта Алиэкспресс. Это не та рекомендация, при которой я перепробовал абсолютно все точилки и вот та, это самая лучшая бюджетная. Нет, это просто из тех, которые я использовал. А использовал я очень много. И сейчас в данном случае я пользуюсь вот этой точилкой. Эта точилка не идеальна. И здесь есть возможность ее доработать, модернизировать, усовершенствовать. И я уже много разных вариантов модернизации этих точилок демонстрировал у себя на канале. Вы можете перейти, посмотреть эти видео. Посмотрите также тот вариант, который я использую на сегодняшний день. Модернизация точилки. Возможно, вам что-то из этого понравится. Но как новичок, я бы не рекомендовал ничего менять, поскольку даже точилкой из коробки можно хорошо заточить нож и сделать бритвенную заточку. И это я демонстрировал в каком-то из своих видео на своем канале, в начале своего пути. Но если все же у вас есть возможность и желание, я рекомендовал бы изначально поменять две позиции. Во-первых, передвинуть штангу немного далее, чтобы задействовать 100% бруска. И это видео есть у меня на канале. Я оставлю ссылку в описании под видео, как это сделать. А также второе, что бы я поменял вот в этой точилке, это шарнир. То есть, я бы использовал тот шарнир, который я сейчас использую. Стоит он 2 доллара. Я его сделал сам из деталей, которые купил на Алиэкспресс. И ссылку на это видео, как сделать этот шарнир, я также оставлю в описании под видео. И все. В принципе, я бы так использовал точилку, как новичок, и был бы доволен, и получил удовольствие от заточки. Я так считаю. Да, если есть возможность, можно дальше дорабатывать и усовершенствовать эту точилку. Но это уже по желанию. И смотрите, все видео эти есть у меня на канале, если у вас появится такое желание. Но вот это та точилка, которую я бы себе порекомендовал, как новичку, и был бы доволен, и затачивал ножи в удовольствие. Точилка Ruixin Pro RX 008. Смотрите. Следующий. Мой совет и рекомендация. Это номер два. Бруски. С этой точилкой в комплекте идут водные абразивы. И я показывал, как они точат. Они точат хорошо. До бритвенной остроты затачивает нож. Но. Как новичок, вы столкнетесь с следующей проблемой. Основной камень, то есть первый камень, которым вы затачиваете, которым вы делаете практически всю работу по выставлению угла заточки, сточится очень быстро. На нем появится выработка. То есть, если вы заточите какой-то хороший, очень твердый нож, у вас уже может даже на первом камне появиться, вернее, на первом ноже появится вот эта выработка. Или же на трех ножах, каких-то более дешевых или простых, более мягких. И появится, когда вот эта выработка, у вас уже не будет идеальной заточки, и придется ее править. Вот это занятие, это не совсем приятное. И я думаю, это не для новичка. Поэтому я рекомендую сразу же брать вот эту точилку в комплекте с алмазами. Есть такая возможность. Вы там уже смотрите, какая цена самой точилки, то есть без камней, какая цена точилки с алмазами. Поскольку я бы рекомендовал купить или же точилку без камней, или же точилку с алмазами, но я не понимаю, какие алмазы будут в комплекте с этой точилкой. То есть, я не понимаю, чем комплектует продавец, каким производителем вот так алмазов комплектует продавец свои точилки. Я бы рекомендовал вот эти алмазы. Почему? Поскольку у меня вот эти алмазы от этого производителя служат уже более двух лет. Затачиваю я свои ножи на сухую. Есть очень много видео у меня на канале с вот этими алмазами и заточками, этими алмазами. И, в принципе, я вообще не ощущаю никакого недостатка вот в этих алмазах. Ссылку на эти алмазы, на этого продавца я оставлю в описании под видео. Какой комплект алмазов я бы рекомендовал? Смотрите, мой идеальный комплект алмазов, которым я пользуюсь, и я не ощущаю сейчас никакой потребности еще в каком-то алмазе. Это алмазы в 400 грит, 800 грит, 1500 грит и 3000 грит. То есть, 4 камня. Да, как для новичка можно купить 2 камня. Есть у меня соответствующее видео на канале, где я показываю, что даже двумя камнями можно заточить нож до бритвенной остроты. В принципе, хватит и 2. Ссылку на это видео я оставлю в описании под видео. Но, если вам надо идеальный комплект, я считаю, что вот это идеальный комплект. Есть возможность купить вот 4 камня и пользуйтесь, а также, как и я, 4 камнями алмазными. Если есть желание все же использовать водные камни или масляные, тогда рекомендую купить 1, хотя бы 1 алмаз. Это первый, то есть, самый крупный 400 грит, которым вы будете делать основную работу. А уже работав по полировке, можно использовать и водные камни или масляные камни. Но для новичка я бы рекомендовал просто купить комплект алмазных камней. Это моя рекомендация. Прислушиваться или нет, выбор за вами. И третья рекомендация или совет. Купите себе либо вот такой бланк с кожей, либо дощечку с кожей. Либо сделайте ее своими руками, так как сделал я. Вот эту дощечку я сделал из бруска деревянного и кожи, которую использовал из старой курточки. Можно использовать и старый ремень какой-то кожаный. Для чего это? Это для того, чтобы убирать заусенец и убирать частички металла, которые будут на кромке. Чтобы, во-первых, этот металл не попал вам в пищу. А во-вторых, большинство новичков, как мне кажется, осуществляют одну и ту же ошибку. Они не убирают вот этот заусенец. И они неправильно понимают, на каком этапе заточки они сейчас находятся и что им делать дальше. Вот так. Поскольку только тогда, когда вы убираете заусенец, вы понимаете, в каком состоянии режущая кромка. И уже у вас есть возможность оценить результат этой заточки. Вот так. Это была третья рекомендация. Сейчас мы еще вернемся к этой рекомендации. Поскольку есть еще одна четвертая рекомендация. Это угломер. Я бы, наверное, как для новичков не рекомендовал покупать угломер. И я думаю, что достаточно будет любого приложения на телефоне для начала. Вот, кстати, мое приложение. Это не самое лучшее приложение, но я его когда-то скачал. Вот так и пользуюсь. И, в принципе, недостатка в этом приложении не вижу. И вот с помощью телефона можно будет выставлять угол заточки. Но если все же вы решились купить угломер, тогда, я думаю, для новичков будет достаточно самого дешевого. Вот такой вариант, в принципе, я думаю, устроит всех. Если же вы желаете подобрать какой-то идеальный угломер, есть у меня соответствующее видео по сравнению разных угломеров с сайта Алиэкспресс. Переходите, смотрите. Возможно, вам понравится какое-то другое. Но вот этого будет за глаза достаточно. Это была четвертая рекомендация для новичка. И есть еще пятая рекомендация. Это будет рекомендация не затачивать нож, пока вы не посмотрите какую-либо инструкцию. Например, есть такая инструкция у меня на канале. И ссылку на эту инструкцию по заточке ножей для новичка я оставлю в описании под видео. Перейдите, посмотрите, чтобы у вас было хоть какое-то понимание о заточке. А также я оставлю еще ссылку на одно видео. Это топ-3 ошибки, которые допускают новички в заточке и которые способны даже испортить нож вот так. Я рекомендую не учиться на своих ошибках, поскольку уже есть эти видео и у меня на канале, есть и на других каналах. Не обязательно смотреть мои видео. Вы можете посмотреть и видео у кого-то другого блогера. Это по вашему желанию. Но есть эти два видео у меня на канале, поэтому я бы рекомендовал посмотреть либо у меня, либо у кого-то вот эти два видео перед заточкой. Во-первых, это сэкономит вам много времени. Во-вторых, сэкономит вам время на переточку ножа, то есть не даст возможно сделать каких-то ошибок и испортить нож. А в-третьих, ваше настроение не испортит. Поэтому посмотрите, вы потратите меньше времени, чем учиться на своих ошибках, поверьте мне. И еще одна рекомендация такая, до этой рекомендации. Не делайте заточку на каком-то дорогом ноже первые. Попробуйте поучиться на каких-то ножах, которые не жалко. То есть сперва заточите ножи, которые не жалко, а уже потом, когда увидите, что у вас все получается, переходите к заточке ножей, которые вам жалко, которые вы любите и которые не хотел бы испортить. Вот так. Ну вот, в принципе, все рекомендации мои. Это пять рекомендаций для новичка, которые я бы сам хотел получить от себя же в начале своего пути. Вот так. На этом все. Но, смотрите, если у вас что-то будет не получаться, опускайтесь в комментарии под мои видео и пишите ваши вопросы в комментариях. Я стараюсь читать все комментарии. У меня не всегда получается сделать это в тот же день или в следующий, но я, когда получается, сажусь за компьютер и читаю все ваши комментарии, стараюсь помочь. Чем смогу? Вот помочь всем тем, кто оставляет какие-то просьбы и просит о помощи. Вот так. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Я с удовольствием помогу. Вот у нас есть сообщество любителей заточки. И если у меня не получится помочь, возможно, кто-то другой вам чем-то поможет. В любом случае, пишите ваши комментарии. В комментариях под видео ваши вопросы пишите. Вот так. И если будут какие-то еще вопросы, пожелания, все пишите в комментариях под видео. В любом случае, я старался помочь. Надеюсь, это видео было интересно и полезно. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. До свидания.